За последние сутки в республике произошло практически удвоение количества заразившихся коронавирусом, которое, впрочем, на фоне неутешительной статистики развития пандемии в большинстве стран мира, выглядит весьма скромно. COVID-19 обнаружен всего у 13 человек. На сегодня, 10 апреля 2020 года, в Донецкой Народной Республике зарегистрировано 13 случаев коронавирусной инфекции. Только за вчерашний день лабораторно подтверждено 6 случаев диагноза COVID-19. Из них 4 случая – это лица, контактные с теми заболевшими людьми, о которых мы говорили ранее. Хочу сказать, что это живой пример того, как беспечность одного человека оборачивается бедой для многих других людей. Те люди, которые работали и тесно общались с больным, который ходил на работу с температурой 38 в течение трех дней. И вот сегодня эти люди уже госпитализированы, находятся на лечении, поскольку инфекция у них подтверждена. И хотя болезнь и протекает в легкой форме, но все равно люди вынуждены лечиться. Люди не работают и находятся в стационаре, будут находиться в стационаре до полного выздоровления. Из двух новых случаев одна женщина в тяжелом состоянии находится на респираторной поддержке. Опять же, женщина, которая занималась самолечением и очень поздно обратилась за медицинской помощью. Всего под стационарным наблюдением на сегодня находится 204 человека. На самоизоляции на дому находятся 13 582 человека. В основном это люди, которые пересекли границу ДНР, начиная с 27 марта, когда заполнили листочек добровольное согласие на самоизоляцию. Выписаны из отделений с полным выздоровлением и дважды отрицательными результатами на коронавирусную инфекцию 47 человек. За истекшие сутки на горячую линию Министерства здравоохранения по вопросам предотвращения коронавирусной инфекции обратилось 740 человек. На все вопросы были даны исчерпывающие ответы. Дорогие сограждане, дорогие земляки, еще раз хочу обратиться к вам с просьбой. Если вы заболели и у вас есть подозрения на коронавирусную инфекцию, если вы общались с человеком больным или с человеком, вернувшимся из-за рубежа, и у него тоже есть признаки температура, кашель, боль в горле, недомогание, пожалуйста, оставайтесь дома. Ложный героизм приводит к очень плачевным результатам, к тому, что начинают болеть другие люди. И инфекция распространяется и уже может носить неуправляемый характер.